МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОРОДСКОГА САВЕТА СЁННЕ ЗВЯРНУЛЮСЯ ДО ПЫТАННІ СОЦИЯЛЬНОЕ РЕАБІЛІТАЦИИ ДЕТІЙ ЗАСАБЛІВАСТЯМИ ПСІХОФІЗІЧНОГА РАЗВІЦІЯ. І БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНА АБ ГЭТАМИ НЕ ТОЛЬКІ. ПЕС-КОНФЕРЕНЦІЮ АВ ПЕРСПІКТЫВАХ ЖИЛЬОВАГА БУДАВНІЦТВА У РЕГІЁНЕ СЁННЕ ПРАВЁЛ СТЫРШЕНЯ КАМІТЭТА ПА АРХІТЕКТУРЫ И БУДАВНІЦТВЕ ГОМЕЛЬСКАГА АБЛВЫКОНКАМА АНДРЕЙ БАРАНОВСКЕ. ЙОН ПАВІДАМІУ, ЧТО НА ПАЧАТАК ГОДА ПАТІЯДІБНУЮ ЗАБУДОВУ ВЫДІЛЯНА БОЛЬШ ЗА ТРЫНАЦІ ТЫСЯЧ ЗЯМІЛЬНЫХ УЧАСТКАУ. ДЛЯ ПРОДАЖУ ПРАЗАУКЦІЇ ЙОН ПА АПОШНІХ ДАДІНЫХ СФОРМІРАВАНА ДВЕСТІ ПЯДІСЯ УЧАСТКАУ. 44 ЗІХ УЖО АБЗАВІЛІСЯ ГОСПАДАРАМІ. ТАКСАМА У РЕГІЮНІ СЄЛІТА ПЛАНУЄЦЯ ПАБУДАВАЦЬ БОЛЬШ ЗА 210 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРАУ У СКЛАДІ ШМАТ ПАВІРХОВАК. Андрей Барановский означил, что зараз стоит задача адысти от понятия держпатрымка, але при этом предоставить людям кредиты на доступных умовах. А для тех, кто находится у складанным финансовым становищем, предугледить держдопомогу в выгляде субсидой. Один из первых кроков тое, что сё лето стало махчымым отримать кредит по ставках у двоя меньших ставки рефинансования Нацбанка. Воголе жилёвые потребы насельництва постоянно анализуются. Проведён мониторинг, скажем так, на каких бы условиях и что бы хотели люди, какое жильё всё-таки, какого плана. Ну и факт такой, что в принципе людям надо небольшие квартиры для того, чтобы молодая семья могла, скажем так, на начальном этапе взять кредит и смогла построить это жильё. Стоимость слаживается в ценовых характеристиках, вот если спрос взять по районам меньше 20 тысяч населения, то это от 500 рублей до 750. Поэтому на сегодняшний день стоит задача войти в этот ценовой фактор и предоставить возможность людям строить жильё то, которое они готовы покупать. Новый напрямок – будавництва на коммерциейной основе индивидуальных домов. Проект начали освоивать в Мазырском районе. Площа от 140 до 160 квадратных метров с гаражом, а так само участком колеса Мисоток. Оренсировочный кошт – в межах 650 рублей за квадратный метр. В будущем такие домы начнут будавать и в других районах в области. Тем больше, что попыт на их есть. Что касается Гомеля, то тут перспективные для этого пляцовки Романовичи и Червоны Маяк. Больше подробную информацию по теме будавництва можно отримать в администрациях своего района альбо в одином центре продажу квартир, який дейничает в областном управлении капитального будавництва. Депутаты Гомельского городского совета сегодня звернулись до питания социальной реабилитации детей с особенностями психофизического развития. Размова, где прикладно об семи с половой тысячах человек во взросле до 18-ти годов. С проблемами и перспективами их выращения знаеме у себя Олег Синтероу. По особенностям, это накерованная работа с детьми, которые имеют особенности психофизического развития. У Гомеля началась 20 лет тому, в 1998-м тут открыли центр коррективно развивающего научения. Ранее такие дети находились в лучшем выпадке в специализованных домах-интернатах, по особенностям закрытых установок. В 1998-м был створен и первый у Гомеля-банк даденых детей с особенностями развития. Для этого реальной ситуации по сути никто не видел. Сегодня в областном центре таких детей, когда семьи с половой тысяч, сирот самых тяжких захорований – аутизм, когда дети не успеют навокольное сироте, а так самоцеребральный паралич, но и они сейчас не застаются без уваги сбоку специалистов. В последнее время все меньше и меньше стало детей обучаться на дому. В основном это та категория детей, которая по каким-то причинам, в соответствии со своими нарушениями, не может посещать детский коллектив. И это лежачие, конечно, детки очень тяжелые, но обучаем мы в настоящее время всех детей. У городским отделом эдукации «Перекананы» до полного вартосного життя можно вернуть до 85% детей, которые имеют отхиление в развитии, но заработать это необходимо как много ранее. По этой причине первые обследования детей начинаются еще в родильных домах. Неде с трех годов за ними надзираются специалисты системы эдукации. Залог по успеху – початок коррекционной работы еще в детских садах, в темнику специализованных. Зараз у Гомеля таких установок неколько. Для детей с порушениями мавления, слыху и зроку. Была самая значная проблема относится к родителям. Некоторые занимаются здоровьем своих детей по неких причинах просто не ожидают. Когда идет семья на встречу, понимает, что сегодня надо уделять внимание непосредственно как учреждению образования, так и в домашних условиях. Ребенок быстро получает, скажем, положительную динамику в своем развитии. Ну, мы достигаем поставленных целей. Вместе с тем, не всегда, в общем-то, понимают родители, как важно на первоначальном этапе создать все необходимые условия, чтобы ребенок получал коррекцию. Олег Синтеров, Игорь Мариченко, телерадо «Компания Гомель». 16 червяня у пятницу отбудется 24-я сессия Гомельского областного совета депутатов на территории Ветковского района. На расследжение вынесено питание об эффективности выкорыстания у регионе, маемости у всех форм уластности. Регистрация депутатов и у всех запрошенных будет проходить с 9.30 до 9.50 у Гомельским облаконками. У Гомель открылся областный профильный оздоровленческий лагер для лидеров в Учневского самокерованья. Ён объеднал 30 представников областного совета старшоклассников из всех районов нашей области. Основная программа лагера проходит у стенах Гомельского областного института развития адукации. Тут у дельника учакают 9 дней працы, оздоровления и позитивного отпочинка. Традиционно для юных лидеров организаторы ладят тематичные тренинги, интеллектуальные гульни, туристические походы, экскурсии и разные интересные забавляльно-познавальные мероприемства. Меж тем, все они нацелены на развитие лидерских якостей. А так само, выпрацовку у подрастающего поколения умение взаимодействовать в коллективе дружно и злачено. До речи, областный профильный лагер лидеров в Учневского самокерованья иснует с 2009 года, что год-йонь сбирая активных, инициативных и метанакерованных подлетков, которые умеют нестандартно думать и не боятся увасаблять свои авторские идеи в социально-значных проектах. Акция по наведению парадку на берегах Припяти пройшла в Мазырском районе. Двухденное мероприемство поднимали конкретными деяниями представники мясовой администрации, товариства палеонидших и рыболовов и просто необыяковое гораджане. Каренны Мазыранин, Александр Севаков, рыбак с вопытом. Давно зауважу закономерность, водопады поменьшаются и улов. Ты мне меньше отмовиться, от любимого занятка юн не можа. Как есть время? Так, на рыбалочку. Это рыбалка, для меня это все. Отдых, удовольствие. Скажите, на ваш взгляд, в реке Припять рыба есть? Есть и много. Рыба есть. Рыба есть и много, да? Без улова, как пойдешь на рыбалку, так улов есть. Заузятые рыболовы проводят десятки доводов на корыство его хобби. Але для большинства, это все же способ релаксации. Мазыру, вядома, у географичном плане пошанцевала. Припять дает махшимость ловить рыбу, купаться. У вогуле разнастаять вольный час. Вот только следы этого отпадшинка застаются надолго. Для выбора жараки от автомобильного моста, это хоть и не официальный пляж, але вельми популярное место для пикников. Пластиковые бутыльки, пустые пачки от шипсов, пакеты от соков. Есть и вельми незвычайные сметки. Как сюда трапила частка офисного кресла, можно только мерковать. У початку купального сезона в Мазырском районе вы решили провести акцию и прибрать Припять. До приклада, этот участок взяли на себя представники Мясцовой администрации. За годину працы некольки десятков мяшков сметця. Сегодня у нас мы находим здесь в кустах такое большое количество мусора. Просто люди, будем говорить, в метре отдыхали, и прямо же от себя в метре вот этот мусор весь позбрасывали. Это, конечно, из ряда вон. Вот мы работаем уже около часа, у нас уже около 50 пакетов мусора. И это еще не предел. А в изберах у районе Чухуночного моста взяли на себя активисты товарыства палеоничных и рыболовов. Картина аналогичная. Некольких адзин працы и причеп заполненный сметцем. Генеральная уборка безумно потребна, али калей взять узвычку, увесь час прибирать за собой, картина будет иншей. Это бескультурия. Мы хотим этой акцией показать людям, чтобы они были культурны. Беларусь – очень красивая страна. Везде, в любом месте можно на природе отдохнуть. И если будет чистота на природе, значит, будет, естественно, и на душе хорошо. А если на душе у человека хорошо, значит, отдых удался. Банально, алифакт застаётся фактом. Чисто не там, где пробирают, а там, где не сметят. И, калі мы хочем змяніць нешта вакол, то пачынаць треба перш за всю сябе. Гэты, а так сама іншая новіны, вы можете знайсти на нашым сайте у интернеті па адрасе www.cvrgomil.by. Далей у эфіры «Спартывный агляд» з Максимом Савіным. До новых сустрэч!